Здравствуйте! Ну что ж, вот и отшумело 8 марта, отыграло игристое шампанское, доедено конфеты и печально стоят в вазах цветы, которые недавно принимали с таким большим удовольствием представительницы прекрасного пола. Но не скажу, что слабого. Ведь самой популярной открыточкой в сетях было изображение коня и горящей избы. Всё по-некрасово. Вообще-то, господа мужики, хочу подбросить такую меркантильную идею. Надо в нормы ГТО для девушек вести два испытания. Это беготня по горящим избам и остановка коня на скаку. Кто прошёл тест, тот получает подарочки, а кто нет, стал быть недостоин. Ну это я так, к слову. Что до меня, то, в общем-то, я это тестирование в своё время проходила, но уже в более позднем возрасте переехавши в деревню. Дважды мне пришлось принимать участие в тушении пожара и как-то раз имела дело даже с конём. Кстати, меня накануне просили рассказать о событиях в марте, не доводилось ли мне спасать наших четвероногих друзей. Ну что ж, сегодня вполне могу рассказать. Да, Радик? Прогуляемся немножко по деревне и поведаем, что у нас происходило. Несколько лет назад стоял март, но денёчек был не такой, как сегодня, а пасмурный. И, честно говоря, тот месяц был похож на нынешний, как брат-близнец. То оттепель, то холода. И вот в один денёчек отыскала я достаточно достойное полено и радостно тащила его в мастерскую, чтобы начать вырубать новую ложку. Но в этот момент меня окликнули соседи с другого берега ручья. Подошла. Оказывается, на другом краю деревни конь провалился под лёд. Ну, вообще-то скотины в нашей деревне нет уже давно. Когда-то здесь было стадо коров, потому что держали их практически все. Многие содержали птиц, овец. А вот сейчас у нас, к сожалению, скотинка осталась только вон на том краю деревни. Там огромный участок, приобретён очень достойным человеком, отставным военным. И однажды ему на юбилей подарили коня. Тогда на улицу выспала вся деревня. Было лето. И жеребца везли в открытой машине. Все стояли и аплодировали. Ну, человек достойный. Все были за него рады. Кто-то из даривших, а это были его друзья, оригинально назвал скотинку мальчиком. Вообще не знаю, как у человека было с фантазией, поскольку чисто визуально можно было его половую принадлежность определить. Ну, как назвали, так назвали. Рабочие сменялись у нашего военного постоянно. Первое время за конём и остальной скотинкой, которая сохранилась ещё и до сих пор, ухаживали дядя с племянником Молдавани. И они кота... Тьфу, кота, скота. Я имею в виду коня-мальчика. Применяли по полной программе. Зимой в сане запрягали, летом в телегу, под седлом он ходил. А потом, когда они сдали свою вахту и отбыли в другие места трудиться, конь был совсем запущен. Делал он, что хотел. И для того, чтобы он не особо жрел, его частенько выпускали прогуляться по довольно-таки обширному участку, огороженному забором. Частично забор он переломал. И каждый раз, проходя мимо этого вольера за грибами, я сворачивала для того, чтобы его погладить, угостить свежей травкой. Когда наступал сезон, угощала яблоками. В общем, мальчик ко мне привязался, и мне он тоже очень нравился. Но, правда, покататься мне на нём не довелось. Уж больно он к тому моменту, когда у меня такая возможность возникла, обленился. Ноголоб его раскочегарить было невозможно. Так вот, я остановилась на том, что меня окликнул сосед. А оказывается, этот самый конь выгуливался в вольере и, перепутав застывший подо льдом водоём, забрёл на него, как и делали обычно по обыкновению. Это можно было потом легко определить по количеству кучек, которые он оставил. И провалился под лёд. Видимо, во время очередной оттепели под одним из берегов, где находился скотный двор, очень здорово размыло. А место оказалось достаточно глубоким. И несчастный не мог ни оттолкнуться копытами от дна, чтобы вылезти, ни зацепиться за землю, покрытую снегом, потому что скотник находился на пригорке. И он барахтался в воде уже где-то на протяжении 40 минут в тот момент, когда мы подошли. Работник вместе со своим знакомым пытались судорожно сколотить что-то из досок типа трапа. Ничего у них не получалось, не клеилось. Мы всячески пытались его тянуть. Хорошо, что уздечка на нём была. Видели бы вы глаза этого несчастного. Он жутко устал, замёрз. И было такое ощущение, что он вот-вот сложит копыта, то бишь склеит ласты, и уйдёт под воду. Ребята пытались даже пилой пропилить лёд, чтобы он мог спокойно вылезти на другой, более пологий берег. Но лёд оказался огромной толщины повсюду, за исключением того места, где он шёл под воду. И тут, гордости своей должна признаться, меня посетила одна свежая мысль. Ну, это все говорят, что логика у мужчин, а у женщин-то интуиция. Я предложила звуздечку потихонечку направить его вплавь к тому месту, где был достаточно толстый лёд, ну, где-то сантиметров 25-30. Он бы вполне выдерживал у слона. И подсунуть ему под передние ноги доску, с тем, чтобы он мог зацепиться за король Дина. Ну, что мы, собственно, и сделали. Какова же была наша радость, когда этот несчастный, из последних сил подтянувшись с нашей помощью, после того, как мы подвели доску и закинули его копыца на лёд, вскарабкался, выпал с набрюха, потом отряхнулся. И хорошо, что мы все успели в сторону отскочить, потому что носиться он стал как бешеный. Это было хорошо. Он разогрелся и затем даже не заболел, как выяснилось. Ну, был у меня повод с собой погордиться. Меня очень порадовало то, что моя мысля, пришедшая вовремя, помогла спасти эту скотинку. Ну, конечно, жалко было бы, если бы с ним произошло плохое. Да уж и не знаю, как и работнику пришлось бы объясняться с хозяином. Но, тем не менее, всё закончилось благополучно. Так что я совместила в своей деятельности даже целых два произведения Некрасова. Мало того, что я входила в горящие избы и спасала коней из-подо льда, как в поэме «Русские женщины». Ну, я ещё, в общем-то, примазался к деятельности деда Мазая. Но, правда, в более крупном объёме он-то заяц спасал. А что до меня, так я коня. Ну, естественно, не одна, с авторами. Да одно могу вам сказать. Нелёгкая эта работа из болота тащить бегемота. Ну, что ж, надеюсь, информация полезная. Ну, мало ли у кого там лошади под лёд проваливаются. А вот что до горящих изб, ну, лучше бы они и не горели. Здоровья нам всем и удачи! Всем всего хорошего! До свидания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!